Ну, в принципе, проблема сохранения личных данных, она стоит остро сейчас и в России, но не только в России, но, в принципе, во всем мире. Те же проблемы есть и в Европе, и в Соединенных Штатах, не говоря уже о третьем мире. Ну, эту проблему можно разделить на несколько частей. Во-первых, конечно же, сами люди должны думать, когда они где-то выкладывают свои собственные данные. Очень часто люди перекладывают ответственность, которая должна быть их собственная, на третьих лиц. Это первый вопрос. Второй вопрос – это, конечно, незащищенность общей системы хранения данных. А третья составляющая – это, конечно же, постоянный мониторинг разного рода баз данных, не обязательно социальных сетей, ну и вообще каких бы то ни было, со стороны либо лиц недобросовестных, либо, наоборот, выполняющих свою функцию, либо государственную, либо какую-либо частную. Как с этим бороться – это довольно сложное понятие, потому что как раз вот эти три составляющие между собой не пересекаются. Либо люди должны сами следить за своими действиями. Наше же российское законодательство пока не ограничивает использование персональных данных, и те законы, которые принимаются сейчас, они, конечно же, во благо. Другое дело, надо посмотреть, как они могут быть использованы в государственном плане. В частности, система СОРУМ, система оперативной разработки материалов, так называемая, используемая ФСБ, и другими государственными органами. Она вызывает много нареканий, поскольку она немножко выходит за пределы того, даже того законодательства, которое существует сейчас. Это вопрос, касающийся не только данных автомобиля или автолюбителей. Любая персональная информация разного рода, включая, например, отпечатки пальцев, может быть использована недобросовестным образом как частными лицами, так и государственными структурами. Совершенно непонятно, где и при каких обстоятельствах могут появиться ваши отпечатки пальцев, даже если бы их добровольно сдали при получении, скажем, паспорта или визы. То же самое касается и данных на автомобиле. Есть частные сыскные агентства, есть просто недобросовестные личности, которые хотели бы что-то сделать. Есть финансовые агентства, есть коллекторские агентства, есть даже государственные органы, которые занимаются разработкой налогов. У нас сейчас очень сложно все со всеми этими делами. Как вы, наверное, знаете, за последние несколько месяцев были довольно тяжелые случаи с коллекторскими агентствами. Так можно нафантазировать довольно много, но сам факт утечки персональных данных, ими могут воспользоваться любые люди в именно неправомощной сфере.